всем привет сегодня у нас будет видео снова посвященное контрафактной продукции на этот раз нам на склад поступили колодки производитель mando который мы заподозрили в контрафакте то есть во первых коробка не соответствует той что обычно покоет mando и целом они выполнены намного хуже то есть больше похоже на какие-то кустарные колодки то есть сегодня это у нас колодки и печь 35 это задние дисковые колодки на автомобиле creta сид x35 и 30 и кто-то еще и лантра по-моему и также им печь 0 1 это передние колодки акцента и лантры get's маленьких автомобилей что же на собственно смутило то есть во первых вот это вот наклейка quality control quality control то есть контрол контроль качество обычно кто такого не пишет вот им печь 35 задние колодки сверху колодочка посмотрите как аккуратно выполнены и нижняя колодка заливка краска все остальное также рабочая поверхность сверху mando которая обычно продаем а снизу вот то что пришло по нашему мнению контрафактной и посмотрим передние колодочки то есть видите да какая разница в изготовлении и разница фрикционный состав контрафакт темнее он шероховите на нем больше на ощупь заусенцев металлических и нет такого количества цветного металла сейчас помощью наждачной бумаги я сниму немного фрикционного состава посмотрим на содержание железа в каждом из составов и посмотрим под микроскопом а поверхность самой колодки итак вот у меня есть образцы фрикционного состава и есть два магнита значит на один магнит сейчас мы будем с оригинальной колодки mando вот это у нас это с контрафактной и вот посмотрите разницу вот это вот mando оригинал немного железной стружки а вот это контрафакт то есть у него весь магнит покрыт железной стружкой это передние акценты lander магниты я очистил давайте проверим задние колодки смотрим задние вот это mando которая по нашему мнению настоящее вот это вот mando которые по нашему мнению контрафактная разница в количестве содержание железа но значительно в контрафакте очень много стружки металлической теперь посмотрим под микроскопом задняя колодка контрафактная грубая какая-то черная угольная поверхность и мельчайшее вкрапление мельчайшая частичка латуни судя по цвету а вот эта медь которая присутствует задней колодки настоящего mando смещая буквально на пол сантиметра колодочку и вкрапления меди присутствуют точно также большое количество по всей поверхности то есть в колодке mando менее достаточно много то же самое в передней колодке большое вкрапление сдвигаю на пол сантиметра и снова медные вкрапления в колодке много меди грубая поверхность контрафактной колодки и какое-то желтое вкрапление то есть либо латунь либо медь какая-то низкого совершенно качества подведем итог по контрафактным колодкам то есть вот контрафакт приходит в колодка в коробках которые но отличаются от того что всегда было mando глядцевая коробка но опять же повторюсь коробка упаковка может всегда меняться но настораживает именно вот этот вот quality control этикетка и дальше вы внутри уже видим несовпадение по цвету фрикционный состав оригинальных колодок он светлее и уже при детальном рассмотрении в не оригинале больше железа они выполнены намного хуже более кустарно и содержание меди именно цветного металла в оригинальных колодках mando она выше чем в не оригинале и не оригинале скорее всего это какая-то латунь либо низкого качества иметь то есть будьте внимательны при покупке колодок mando обращайте внимание на то как они выполнены в ближайшее время мы проведем экспертизу восьми воздушных фильтров производства россия также и продумать пылесосе и посмотрим какие из отечественных фильтров хорошо фильтруют воздух не хуже оригинала или топовых брендов типа man и всего остального есть первая часть и также у нас есть еще вторая часть по воздушным фильтрам по поводу колодок у нас тоже есть видео где можно ознакомиться с результатами также есть вторая часть видео по колодкам смотрите видео на наших каналах выбирайте хорошие проверенные детали будьте уверены в деталях всем спасибо за просмотр всем пока спасибо за просмотр всем пока